Руслан Барладяна Руслан Барладяна Действительно в эти выходные, именно в субботу, прошла встреча руководителей штабов и инициативной группы, были представители со всех районов Республики Молдова. И на этой встрече обсуждалась ситуация, в которой находится не только инициативная группа, но и вся Республика Молдова после того, как ЦИК, как правильно вы подметили, необоснованно. И можно запороть 10 тысяч подписей, 20 тысяч, но запороть 200 тысяч подписей по какой-то формальности, которая никогда раньше не читалась именно так. То есть, все мы знаем, что тот пункт, до которого, скажем так, докопался ЦИК, на самом деле он всегда трактовался по-другому. И ЦИК в этот раз... Что самое интересное, то же самое подтвердил член ЦИК, господин Урыт, он сказал, что да, когда я баллотировался на независимого депутата или там советника в премарию, мои инициаторы точно так же собирали подписи, своей рукой подписывались, и люди только своей рукой вносили данные о людях, и люди просто ставили подпись. Ну, это был один ЦИК, а сейчас другие правила. Я скажу другое, но он даже не на советника, он баллотировался на депутата, независимого депутата, и печально, что ЦИК озвучил нагло, вот так вот, глядя всем в глаза, озвучил, ребята, сегодня были одни правила игры, завтра другие, то есть мы подстраиваемся, да. Печален тот факт, что такие люди заседают, в принципе, в органе, который призван защищать волю людей и способствовать тому, чтобы в воле населения выполнялось желание людей на самоуправление страной было исполнено. Ведь, я как понимаю, главная задача ЦИКа – это позволить и способствовать людям проявить свою волю и заняться самоуправлением страной. Я скажу даже другое, что на вот этой встрече, на заседании ЦИКа, председатель Центральной избирательной комиссии Юрий Чекан громогласно заявил о том, что по каждой подписи, по каждой подписи, по которой будут у ЦИКа претензии, которую ЦИК отклонит, он даст вразумительный ответ с объяснением, почему он отклонил именно эту подпись. Мы ждали целый месяц. Мы ждали месяц. Вы просто ждали? Мы не ждали, мы написали письмо, в том числе согласно законодательству. Необходимо было, чтобы нам предоставили, ну, хотя бы объяснили, в чем причина отклонения такого большого количества подписей. Ответ был такой же, как и само решение ЦИКа. Ответ был примерно следующего содержания. Ребята, мы вам отклонили, если не нравится, подавайте в суд. Вот такой вот был ответ. Поэтому, уже собрав всю информацию, понимая, в каких условиях нам придется бороться с решением ЦИКа, мы провели вот это заседание, на котором обсудили не просто, как бы, скажем, один пункт, да, это подача в суд, потому что самое простое, в принципе, то, что мы будем делать, это подача в суд. Ну и как подавать в суд? Как сделать этот судебный процесс максимально открытым, максимально громким, для того, чтобы и ЦИКу, и суду было очень сложно уйти от прямого ответа, почему все-таки была нарушена воля 200 тысяч избирателей. Поэтому, конечно, первый вопрос, который обсуждался, и первый вопрос, который был решен, это о запуске судебной процедуры под названием «Народ против ЦИКа». «Почему народ против ЦИКа», мы пошли, вернее, приняли решение пойти по пути не коллективного иска, скажем так, когда инициативная группа подает иск от имени 100 тысяч граждан, потому что в рамках этого коллективного иска процесс может быть закрытым. То есть, например, адвокат от имени инициативной группы идет в суд, судебное заседание состоялось в закрытом формате, пресса не допускается, пак-пак, быстро, в 2 секунды как бы решился вопрос, суд доказал, что ЦИК прав. Мы идем по пути индивидуальных, то есть это коллективные индивидуальные иски. Это когда тысячу человек, 5000 человек подают индивидуальные иски. Конечно, в судебной процедуре необходимые эти иски будут объединить в одно дело, но мы загоняем их в их же рамки. Они говорят, что они действуют по закону. Мы тоже будем действовать по закону, то есть показать, насколько несовершенна и судебная система, но в то же время мы будем ссылаться полностью на все статьи Гражданского кодекса. Так вот, в Гражданском кодексе есть пункт о возможности равного участия для всех участников процесса. То есть, если, например, участников процесса, давайте, ну не будем говорить там 10 тысяч, 15 тысяч, давайте предположим даже тысячу человек участников процесса, тысячу исковых заявлений, это значит, что суд должен предоставить всем возможность присутствовать на судебном заседании. Это первая задача, первая проблема, с которой столкнется суд, где будет проходить это заседание. Вот вы приходите, вы говорите, я хочу присутствовать на суде. А вы не предполагаете того, что суд просто разделит эти исковые заявления отдельно, то есть там 10 человек в один день, 10 человек в другой день, 10 человек в третий день и так далее? Если бы мы подавали в ЦИК по разным причинам, допустим, вы бы подали в суд на то, что вы хотите снять Юру Чекана с председателя, что он незаконно, кто-то другой там, другой какой-то иски и так далее. А так это невозможно, потому что иски, в принципе, будут иметь отношение к решению Центральной избирательной комиссии от 3 августа. То есть это все одно дело. Допустим, если подает один человек и потом к нему присоединяется тысяча человек, то эти тысячи человек могут не ходить в суд. И суд получает, сам судебный процесс получает название по имени, скажем, того человека, который подал суд. Петров против... Ну, Валько против ЦИКа. Да, спасибо, Руслан. Я понял. Руслан, вопрос такой, как бы, о сроке. Когда пойдут первые заявления в суд? То есть когда инициативная группа готова уже начать заносить заявления в судебную станцию? На этой неделе уже пойдут первые иски. Но в любом случае я хочу, чтобы все понимали, что это очень долгая процедура. И понятно, что вот этот ответ, который был, потому что мы должны сейчас дать предварительное заявление в ЦИК, потом, получив ответ или не получив ответ, после этого подавать ее в суд. То есть вот этот наглый ответ ЦИКа говорит о том, мы же хотим провести референдум 18 ноября. Через суд мы этот референдум 18 ноября не проведем. То есть все, весь народ Республики Молдова должен четко и ясно осознавать, что кроме этого есть первая инстанция, апелляционный суд, есть Верховный суд. То есть это может длиться полгода. В рамках этого полгода мы должны полностью изобличить эту власть. Мы должны полностью показать ее несостоятельность. Руслан, вопрос такой, в какой суд будут подаваться заявления в сектор Чентру, в сектор Ботаники, то есть по месту чего? Вячеслав, это все прописано как бы в гражданском кодексе. Я чуть-чуть как бы такой ликбез. То есть если идет экономический суд, то тогда по сектору, если идет там, я не знаю, гражданский спор, тоже по сектору. А если идет оспаривание административного акта, мы сегодня говорим об оспаривании административного акта. Решение Центральной избирательной комиссии, это административный акт. То это только две инстанции. Это апелляционная палата, апелляционный суд города Кишнево и Верховный суд. То есть все заявления пойдут сразу на Ботанику, на Тейлор, правильно? Да. Неслучайно в ЦИК, потом на Тейлор. Руслан, вопрос такой, какие еще были, какие были еще проделаны действия инициативной группы за этот период? То есть какие были написаны письма, заявления, обращения? То есть я знаю, что была проделана большая работа для того, чтобы попытаться, по крайней мере, все-таки привлечь внимание к этому вопросу и найти правду. Смотрите, все время, когда шел сбор подписей, наша инициативная группа подвергалась обвинениям, критике, доброжелателей, в кавычках, которые говорили, что все это делается только ради пиара, что все это не слушайте, их не верьте и так далее. На встрече инициативной группы, которая прошла в субботу, основной упор все-таки делался, как довести дело до конца, как дойти до референдума, как решить вопрос, потому что мы собрались в инициативную группу не для того, чтобы пропиариться, а для того, чтобы дать возможность людям выйти на референдум и высказать свою точку зрения. На самом деле, ведь мы, если вот так вот посмотреть, Альянс борется, он не должен бороться с таможенным союзом, он сегодня борется с народом, с волеизъявлением народа, потому что мы говорим, ребята, выносите вопрос на референдум и агитируйте против таможенного союза. Пускай ваши сторонники выходят на референдум и голосуют против вхождения Молдова в таможенный союз, и если большинство населения Республики Молдова, свыше 50% населения Республики Молдова, выскажется против вхождения Республики Молдова в таможенный союз и в РЗС, мы полностью подчинимся этому решению, потому что это будет решение народа. Поэтому на этой встрече мы обсуждали судебный иск только как форму борьбы, но с помощью судебного иска мы не добьемся, и с помощью суда мы не добьемся, чтобы референдум состоялся 18 ноября. Нет, я говорю о том, что какие еще были действия. Так вот, я как бы подхожу к тем действиям, к тем решениям, которые были приняты на этом собрании. На этом собрании также было принято решение, исходя из того, что согласно 144 статье Кодекса о выборах, право инициирования референдума имеет несколько субъектов. То есть не менее 200 тысяч граждан Республики Молдова. То, что было сделано инициативной группой. Да, совершенно верно. Президент Республики Молдова, правительство Республики Молдова и не менее чем одна треть депутатов парламента Республики Молдова. Сразу же после решения ЦИКа, после того, как решение ЦИКа вступило в силу после публикования в монитор и в ЧАЛ, мы обратились к президенту Республики Молдова как гаранту Конституции. Давайте чуть-чуть мы как бы отстранимся, что это за президент, кем он был избран. Мы смотрим на функцию, мы смотрим на Конституцию, мы смотрим на закон. Вот согласно Конституции, согласно законодательству Республики Молдова, президент Республики Молдова является равноудаленным игроком. То есть он не поддерживает ни одну из сторон, скажем так. И он является гарантом Конституции. Мы обратились к нему с просьбой, для того, чтобы не накалять страсти, для того, чтобы наконец успокоить общество, для того, чтобы общество само сделало свой выбор на референдуме, мы обратились к господину президенту Тимофте с обращением инициировать референдум. Значит, это обращение, на это обращение мы даже не получили ответа. Понимаете, да? То есть согласно закону о петициях в течение 30 дней мы должны получить ответ. Ну, у нас президент, он как стал президентом, то он, ну, до 16 марта он был никто и звали его никак. Сейчас он большой уже человек, уже, да, он уже не считает нужным отвечать на письма гражданам. Хотя это было письмо, адресованное ему от имени 232 тысяч человек. Понимаете, да? То есть он обратился, что он делает? Он делает обращение к нации, вообще непонятно, вообще не понял никто, что это за обращение к нации. Где он нас фактически объявил врагами народа. То есть он заявил, что вот сейчас вот есть люди, которые будоражат общественность, которые говорят о каких-то референдумах, чтобы увести нас в какое-то темное прошлое. Хотя Молдова уже определилась европейским вектором. Подождите секундочку. А когда Молдова определилась европейским вектором? Был какой-то референдум, не было никакого референдума. Поэтому, естественно, и народ Республики Молдова, и мы все увидели, что у нас за президент, что он в принципе марионетка, ничего не решающая, даже не думающая. Даже не думающая. Потому что, получив это письмо, он должен был хотя бы неделю подумать, посоветоваться, может, с кем-то. Может быть, пригласить вас, может быть, пригласить, может, 30 человек. Потому что худо-бедно, худо-бедно, извините меня, вы на самом деле представляете интересы 10% населения страны. Да, мы не претендуем на то, что мы представляем интересы населения во всех вопросах. Но именно в вопросе организации референдума, да. И поэтому можно было сделать какой-то круглый стол, какую-то встречу, именно поговорить по вопросу референдума. Хорошо. Руслан, не найдя понимания, не найдя ответа, не найдя встречных предложений со стороны президента, хотя вы их ждали, вы на них надеялись, инициативная группа пошла куда дальше? Смотрите, инициативная группа, ну, мы живем в Республике Молдова. Мы понимали, что, в принципе, Тимофтий мало чем нам поможет. Но мы исходили из того, что он все-таки президент Республики Молдова, да, не просто какой-то игрок, еще один игрок Альянса, там, и так далее. Ну, опять же, смотря на статью 144, да, кодекса о выборах, есть возможность обратиться к правительству Республики Молдова. Но в чем смысл обращаться к правительству, когда мы знаем, что правительство и дало указание Чекану зарубить этот референдум на корню. И смотрите, какая ситуация. Они очень сильно боятся попадания этого вопроса в парламент. Потому что, что бы произошло, если бы ЦИК утвердил бы эти 200 тысяч подписей, документы бы попали в парламент. А дальше, согласно процедуре, парламент может 6 месяцев рассматривать эти документы, назначать референдум или нет. Они боятся попадания в парламент, они боятся, чтобы эта тема, эта тема и так стала самой обсуждаемой, да, в этом году. Но они боятся, чтобы эта тема еще стала обсуждаться в парламенте. Поэтому мы решили обратиться к партии коммунистов, несмотря, может, на какие-то разночтения, какие были, несмотря на какие-то определенные колкости, что с нашей стороны, что с их стороны, да, то есть, что преждевременно и так далее. То есть, вы признали, что пришел тот момент в жизни страны, что пора забыть разногласия, пора закопать, ну, так называемый, топор войны и вместе ради будущего страны, ради будущего молдавского народа попытаться провести какое-то единое действие, объединиться. Мы пришли к выводу, что на самом деле партия коммунистов не является для нас врагами. И рядовые коммунисты, и члены партии коммунистов, сторонники партии коммунистов, они не являются нашими врагами. Они, думаю, так же, как и мы, и они так же нацелены на то, чтобы республика Молдова вступила в таможенный союз. Мы можем спорить о формах, мы можем спорить, чья партия сильнее, начинаются партийные споры и так далее. Но мы все-таки говорим от имени инициативной группы. В рамках инициативной группы есть члены партии коммунистов. И поэтому я вам хочу сказать, что были случаи, были случаи, когда члены партии коммунистов встали палки в колеса. То есть были примары, которые не ставили подписи, не ставили печати. Но в то же время надо подчеркнуть, что без членов партии коммунистов нам бы тоже не удалось собрать 230 тысяч подписей. То есть хотим мы, не хотим, но мы как бы связаны. И поэтому мы решили обратиться к партии коммунистов с предложением, с просьбой выставить, организовать экстренное заседание парламента. И на этом экстренном заседании парламента выдвинуть инициативу, которая была озвучена и утверждена инициативной группой о проведении референдума 18 ноября 2012 года. Разве можно собрать парламент раньше 28 сентября, как заявил господин Луп? Вроде бы они каникулы себе продлили на конец месяца. То есть как вообще эта процедура возможна? Потому что многие уже в интернете, в социальных сетях задают этот вопрос, как процедура работает. Смотрите, я беру закон о работе парламента. То есть он регламент парламента. Который определяет порядок созыва сессии, работы сессии. Да, да. И что там сказано? Статья 37. Парламент созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля. Осенняя сессия начинается в сентябре и завершается в конце декабря. В период между очередными сессиями парламент может быть созван на внеочередную или специальную сессию по требованию президента Республики Молдова, председателя парламента или одной трети депутатов. Я подчеркиваю, по требованию, то есть партия коммунистов, обладающая одной третью мандатов, более чем одна треть, может потребовать созвать экстренную специальную сессию парламента. И в повестке дня будет всего лишь один вопрос. Это назначение референдума, законодательного референдума с текстом, который уже есть, который утвержден инициативной группой на 18 ноября. А этот момент мы с вами уже проговорили согласно закону о выборах, правильно? Да. Одна третья, одна сточет четвертая. Давайте я ее зачитаю еще раз, что инициация проведения референдума может исходить от не менее чем одной трети депутатов парламента. То есть на первом же заседании вот этой вот экстренной специальной сессии депутаты от ПКРМ могут инициировать, могут поднять вопрос об инициации референдума, вступлении Молдовы в Томоженный Союз и попросить парламент проголосовать за назначение даты проведения референдума, правильно? Совершенно верно. Хорошо, ну сразу в обществе поднимается вопрос. Альянс, мы понимаем, что он не захочет проголосовать и без 51 голоса. Как мы? Что нам делать в этом случае? Смотрите, еще вопросы, которые поднимались на собрании, мимо которых мы не могли пройти, это наше отношение к унионистским маршам. Остановка в стране сейчас. Остановка в стране, что делать с унионистскими маршами, которые будоражат сейчас общественность, и вся общественность только об этом и говорит. Мы приняли решение и озвучили его обратиться в парламент, для того, чтобы парламент вызвал генерального прокурора и министра внутренних дел, чтобы они доложили о антиконституционных маршах, потому что нарушается статья 41, кажется, конституции, в которой сказано, что все действия политических, общественных организаций, которые идут на подрыв конституционного строя, они являются, подрыв независимости, суверенитет, они являются антиконституционными. Соответственно, все марши, которые проводят унионисты, являются антиконституционными, поэтому должны быть привлечены к ответственности те, кто разрешают, те, кто ходят. Поэтому мы хотим выслушать отчет, чтобы был выслушан отчет генерального прокурора и министра внутренних дел. Второе. Для того, чтобы были проведены изменения в законодательстве, например, на что ссылаются унионисты. Они говорят, а мы не политическая партия, и мы не общественная организация, мы типа физические лица. И вы знаете, например, что в Бельцах заявление на проведение марша вообще написала физическое лицо Ирина Гуцу. Ирина Гуцу пишет заявление на проведение марша, а потом появляется Акционе 2012, Павличенко и так далее. Что это? Это уже фальсификация. То есть уже на лицо видно, что это подлог, что все равно принимают участие общественные организации, все равно принимают участие политические партии. В качестве кого? Павличенко была в Бельцах. В качестве кого? Физического лица? Понятно, что не в качестве порхожего, а в качестве лидера. В качестве лидера национал-либеральной партии. Она и говорила, что мы, национально-либеральная партия, участвуем в совместных проектах Акционе 2012, точно так же, как Акционе 2012 участвует в наших проектах. Это значит, что они совершают антиконституционные действия. Это значит, что такие партии должны быть запрещены. И такие общественные движения. Так вот, если опять вернуться к таможенному союзу, к референдуму, мы все-таки должны, исходя из того, что происходит, мы должны сплотиться. Мы должны и третьим пунктом, если прочитать наше заявление, было обращение ко всем общественным организациям, ко всем внепарламентским партиям, которые стоят на позициях вхождения Республики Молдова в таможенные союзы, в РЗС, консолидироваться для того, чтобы провести, мы планируем все-таки провести марш, массовый митинг, чтобы нас было в десятки, в сотни раз больше, чем унионистов, для того, чтобы Альянс видел. То есть, когда этот вопрос будет на повестке дня в парламенте, нас должно быть 10, 20, 30 тысяч на улице, которые будут требовать принять этот закон. Мы не требуем вхождения Молдов в таможенный союз. Мы требуем, дайте нам референдум. Дайте нам возможность высказаться. Дайте нам возможность. Если не будет проведен референдум, это будет означать диктатуру. Дайте нам возможность воспользоваться нашими конституционными правами. Конечно. То есть, мы не просим ничего больше, дайте нам то, что принадлежит нам по правилу Конституции. Они ссылаются на европейские принципы, европейские нормы, но там любые вопросы, которые являются принципиальными для государства, выносятся на референдум. Почему мы не можем судьбу своей страны, в которой мы живем, решить на референдуме? Выходите, если вы против, выходите на референдум, голосуйте против. Но мы, люди, проживающие здесь, граждане этой страны, мы должны решать наше будущее. И мы должны задать вопрос Генеральному прокуратуре, министру МВД о правомощности и конституционности всех этих действий, которые проводятся этими неформальными организациями. И они должны дать свою четкую оценку. Это конституционно, по их мнению, или это не конституционно? Если это не конституционно, то, будьте добры, товарищи, все запретить и привлечь к ответственности тех людей, которые нарушали закон на территории страны. Я вам скажу другое. Мы должны, скажем, обозначив этот марш, обозначив этот митинг, вести себя так же, как унионисты. Мы должны говорить, полиция должна нас защищать. Пускай мы пройдем 30 тысяч человек, и пускай 3 тысячи ОМОНовцев защищают нас или ходят вокруг, а мы будем кричать «Молдова в таможенном союзе», «даешь референдум» и так далее, и так далее. В чем проблема? Свобода слова, свобода воли и извинения. Я, как понимаю, этот митинг должен пройти в тот момент, когда будет созвана специальная экстренная сессия парламента, и этот митинг должен пройти где? Вот идея была в чем? Знаете, мы на этом заседании не обсуждали уже, скажем, технические детали, потому что это была такая встреча принципиальная, где мы должны были определиться, что мы делаем. Потому что вопрос звучал так. Мы будем биться за идею или не будем? Вы же понимаете, что сейчас в обществе обсуждается, что это все пиар. Нет, это не пиар. Мы передаем эту инициативу партии коммунистов, и мы объединяем наши усилия для того, чтобы законными методами свергнуть альянс. А каким образом свергнуть? Референдум, если люди голосуют за вхождение в таможенный союз, все, альянс перестает существовать. Руслан, вопрос такой. Есть какой-то ответ, есть у вас какой-то контакт с партией коммунистов, с кем-то из нее, с руководством, может быть, с соответственными людьми, которые занимаются этим вопросом. Как партия коммунистов отреагировала на призыв инициативной группы, которая отображает желание и волю 230 тысяч граждан страны? Можно как бы ответить на этот вопрос? Какой ответ? Ваш посыл нашел ответ в партии коммунистов? Вопрос, чтобы вы понимали, то есть, скажем, субботние встречи это не была, скажем, какая-то домашняя заготовка, да, что как ведутся какие-то переговоры, и вот субботу нет, субботу это был разговор, это был принципиальный разговор. Внутри сети? Конечно. Конечно, на бытовом уровне у нас у всех есть, как я уже сказал, мы не являемся врагами, на бытовом уровне мы все общаемся. На бытовом уровне мы как бы обмениваемся мнениями, общаемся, говорим и так далее. Мы видим, как отразилось это, скажем, в том же интернет-пространстве. То есть, люди, в принципе, обрадовались. Вы знаете, как бы желание людей, да, объединитесь вы уже наконец-то, хватит вам хаять друг друга. Потому что что происходит? Альянс сеет семя раздора между левыми партиями и бросает косточки. Марш унионистов, это то, все, а вы грозитесь, деритесь, убивайтесь там и так далее. Самая большая опасность для Альянса за европейскую интеграцию, это, если все левые силы объединятся раз, или, ну не все, но те, которые действительно как бы что-то показали, что-то доказали. Если в парламент попадет не только партия коммунистов, но еще одна какая-то сила. Почему? Они изменили законодательство таким образом, что им выгодна борьба чисто с партией коммунистов. Потому что на сегодняшний день перераспределение мандатов, оно происходит непропорционально, да, то есть они даже поменяли законы математики. То есть, если есть 10 мандатов, они не распределяются, что раньше 6 мандатов отходили коммунистам, 4 мандата отходило, а сейчас 10 мандатов, 4 партии, так, коммунисты, 2 мандата, эти все, и они объединившись в Альянс, получают сразу преимущество. Чтобы было проще объяснить, Альянс набрал 45%, и коммунисты набрали 45%, у кого будет большинство? По идее, должны быть у коммунистов, по крайней мере, так было раньше. Было и так было раньше, да, да. Но Альянс, так говорит математика. В связи с тем, что Альянс зашел, получил эти 40 мандатистов, вернее, Альянс взял учебник математики и говорит, не, не, ребята, какой Ньютон, какой там Пифагор, это все туфта. Переписали все законы, все правила, и теперь 45 на 45 Альянс побеждает. Понимаете, да, поэтому появление еще одной силы, или блок, или мощный, конечно, это уже для Альянса нервоз. Поэтому мы должны все-таки играть в свою игру, и мы должны довести Альянс до белого коленя. И это мы можем сделать, только объединившись, и действительно, собрав митинг, мы можем сейчас говорить и о названии, да, митинг за Молдову, хорошо звучит, правильно? Где-то будет наш ответ, это будет наш ответ унионистам. Вы понимаете, если мы соберем 30 тысяч человек, унионисты соберут 500 человек. Мы уже выиграли. Руслан, вопрос, а вы не боитесь, вы не думаете, что этот митинг будет подавлен жесткими мерами? Я думаю, Альянс не будет очень рад увидеть 20-30 тысяч жителей страны у стен парламента, которые... Подождите, а с чего он должен быть подавлен? Что мы такого будем делать? Вы требуете правды, вы требуете того, чего Альянс не готов вам дать. Мы же не будем идти с камнями, с пистолетами. Я понимаю, но, знаете, как бы, знаете, одно дело, одно дело плевать на мнение людей где-то так руками господина Чекана, а другое дело, я предполагаю, потому что я вот представляю здание парламента, да, 30 тысяч, это... Они окружат парламент, ну, тройным кольцом, наверное, оттуда бы никто не выйдет. И придется все-таки разговаривать с народом лицом к лицу. И если парламент... И парламент понимает, что... Мы, кстати, дали хорошую идею, мы можем марш сделать от здания правительства, пройти мимо ЦИК. А так, напомните себе, Юрий Чекану. Да, что можно потом вернуться после парламента. Так вот, и смотри, то есть парламентарии, члены Альянса, они будут понимать, что если опять, если опять наплевать на народ, если опять наплевать на желание и чаяние людей жить лучше, если наплевать на Конституцию, на то, что записано, что есть право человека, есть право народа на управление страной, то не получится сбежать, не дав ответа вот этим людям, которые будут стоять на улице. То есть придется все-таки с ними поговорить. Я думаю, что разговор может быть очень откровенным, очень близким, очень тесным. На томате любая, любая их не отмазка, я думаю, что можно ее перебить. Например, они могут сказать, что нет денег, в стране нет денег на проведение референдума. Я думаю, что если бросить клич, да, те люди, которые собрали подписи, то соберем и деньги. Я думаю, да, легко, если даже 230 тысяч, которые поставили подпись, даже дадут по 10, по 20 лей, мы соберем те 40 миллионов лей, которые нужны для проведения референдума, правильно? И тогда референдум был бы народным от начала до конца, на деньги народа, правильно? Ну, посмотрите, мы с вами уже ушли немножко как бы там в дебри. Не, но мы говорим о том, почему Альянс мог бы отказать. Это одним из пунктов, это может быть, что нет денег. Я вам скажу другую вещь, я был на встрече с господином Лупу, это была встреча с журналистов, и я от имени информационного портала Альфа Нью задал ему вопрос. Господин Лупу, если эта инициатива попадет в парламент, ЕСКО, то есть я тогда не знал, что ее заблокируют гораздо раньше, вы проголосуете за назначение дату проведения референдума? Он сказал, при людях там было человек 50, нет, я не проголосую, потому что я встану на парламентскую трибуну и скажу, что это все обман. Потому что до сих пор, не имея границы с Украиной, мы не можем вступить в таможенный союз. Я ему сказал, да, господин Лупу, я знаю об этой истории, и есть норма. Малую неделю назад был здесь господин Хазин, и когда ему задали такой же вопрос насчет границ, он сказал, это бред сумасшедшего. Он говорит, вы посмотрите чуть на карту, если вы в географии не разбираетесь, где Калининградская область и где Россия, тоже не имеющая общих границ. Ну они говорят, что Калининградская область это часть России, но я потому говорю, что мы так присоединяемся не к территориальному союзу, мы присоединяемся к экономическому союзу. Конечно, грузы это все равно проходят транзитом, часть России, не часть грузов транзитом проходят. Есть множество стран, которые вообще на другом континенте находятся, и которые тоже рассматривают вопрос о вступлении в таможенный союз. Хорошо, можно на уровне бреда дойти до ситуации, что Аляска не может быть с Америкой в едином экономическом пространстве, потому что нет общих границ. Руслан, команда разделяет. Руслан, ну хорошо, а если мы допустим, что вот именно вот такой очередной фарс, потому что мы готовы к любому развитию событий, произойдет в парламенте, и парламент не проголосует за назначение даты референтума, что делать тогда? Или этот ответ мы получим, ответ на этот вопрос мы получим в тот день, когда будем стоять возле парламента? Понимаете, задача оппозиции, задача оппозиции, это все время будоражить власть и показывать людям, что власть в принципе, она уже не власть, она превратилась в диктатуру. Если мы ничего не будем делать, то нам столько лапши на уши навешают, что вот и Меркель прилетела, вот все прекрасно, вот все хорошо, все у нас развивается, скоро безвизовый режим и так далее. Поэтому вот такими вот вещами мы будем еще раз и еще раз демонстрировать всю никчемность этой власти. Если мы просто, вот представьте, 4 года ничего не делать, давайте расслабимся, выборы в 2015 году, а что делать тогда? Давайте тогда просто сейчас займемся все, каждой своими делами, встретимся ближе к 2015, осенью 2014, давайте начнем сейчас опять будоражить. Вы знаете, что люди говорят, а почему вы все время вспоминаете во время выборов о народе, да? Почему вы все время, да, вот понимаете, вот все приходят на выборы, такие лощеные, красивые, начинают обещания раздавать. А вот сейчас вот вы видите, как жестко все происходит, и уголовные дела, и гонения, и так далее, и так далее. Вчера только мы решили, в субботу, да, в субботу было это решение, и уже вчера на блоге одного блогера, не хочу его рекламировать, уже появилась информация, что Барладиан должен сидеть в тюрьме, да? Да. С какими-то документами, которые он не имеет вообще доступа к ним. Как они к нему могут попадать? Ну, он получил, да. А, так секундочку, значит их это нервирует? Ну, конечно. Значит их это нервирует? Да и какого, какого черта он сейчас, ему нечего делать, он меня вообще не знает, но он сидит, строчит на своем блоге, то есть ему это интересно. Я знаю, что вообще было бы хорошо посадить Шерина, Барладиану, Валько и другую половину населения страны, которые хотят каких-то изменений в этой стране к лучшему. И тогда, может быть, наступила бы та часть альянса, которую они так сильно ждут. То есть половина бы населения уехала, и страны вторую бы посадили бы, и осталось ли бы кто? Румыны, которые маршируют. Нет, мы сделаем этот марш, мы сделаем этот митинг, а осенью, пускай народ Молдовы спросит с альянса, почему цены на газ высокие, почему не можем рассчитаться за отопление, почему не можем рассчитаться за газ. Вы слышали, недавно было заявление Лазера, оказывается мы много платим за газ, и он очень сильно расстроен по этому поводу. Он говорит, не может спать ночью, говорит, ну так мало платим за газ, он говорит. Но он не знает, что сделать, чтобы мы платили больше. Не-не-не, он говорит, он мучается, как сделать так, чтобы мы платили больше. Театр абсурден. Руслан, я подведу итог нашей передач, чтобы было нашим зрителям понятно. Итак, что произошло? Инициативная группа, основываясь на закон о выборах, зная о том, что одна треть депутатов может инициировать проведение референдума, то есть, минуя этот этап сбора подписей, сразу поднять в парламенте вопрос о инициации референдума, назначении даты и его проведении. То есть, обратилась к партии коммунистов, к ПКРМ, чтобы они, опять же, пользуясь своим правом, созвали внеочередную сессию парламента, на которой подняли один вопрос, это инициация и инициирование проведения вступления Молдовы в таможенную союзию за законодательный референдум. А также заслушали генерального прокурора и министра внутренних дел о действиях акционе 2012 на территории Республики Молдовы, чтобы те дали, как бы, ответ, что же это происходит. Правильно? Я вам скажу, что здесь сценариев множество. Допустим, Альянс, по каким-то причинам, опять же, нарушая закон, не проводит экстренное заседание. Но заседание парламента же все равно состоится, правильно? И мы знаем, что оно состоится в сентябре. И все равно этот вопрос в случае положительного решения со стороны партии коммунистов, все равно он будет включен в повестку дня. А вы не думаете, что... И там отвергнуть нельзя, там нужно выставить на повестку дня, провести премии, и только после этого, если они захотят отклонить, должны аргументировать, почему. А у меня вопрос к вам такой. Вас не удивляет, что парламент в этом году, первый раз в истории жизни парламента, продлил каникулы специально на конец месяца, практически на выходные? То есть я думаю, они откроют сессию, никакого заседания не будут, они уйдут на выходные, наступит понедельник 1 октября, когда вступит закон о запрете символики, о запрете названия коммунист, и партия коммунистов станет с 1 октября вне закона, и в принципе она даже не сможет представлять мнение народа и защищать права народа в парламенте, потому что согласно этому закону, который был принят в конце летней сессии, весенней сессии, они станут вне закона. То есть вы не видите такой момент того, что альянс специально тянет время для того, чтобы закон вступил в силу, и коммунисты оказались вне закона? Знаете, можно говорить о 1 октября, это да, это один из сценариев, но сколько веревочки не виться, все равно придет конец. И вот один из ярких примеров, скажем, на Украине, да, как все поддерживали, в том числе восточные регионы Украины, партия регионов, но на сегодняшний день у них проходят выборы, в октябре состоятся выборы в Верховную Раду. Так вот, Юлия Владимировна Тимошенко, которая сейчас сидит в тюрьме, значит, набирает, выходит на первое место. Поэтому, если им кажется, что чем сильнее они будут душить нас всех, чем сильнее нас будут убивать, это только будет делать нас сильнее, и народ все это видит. То есть народ смотрит уже на публику, направим так, сквозь пальцы. Все же, все равно информация просачивается, да? Да, через социальные сети, через интернет, через свои звезды, заклассники, через личное общение. Конечно. Один другому сказал, я там прочитал, я тебе расскажу. Вы мне скажите, вот те люди, которые выступают, которые проголосовали даже за Альянс, может, по ошибке, и те люди, допустим, вот люди, которые проголосовали за партию коммунистов, с ними что будет? Они умрут или их всех пересажают? Всех не пересажают. Всех не перестреляют. И всех не перестреляют, да. Поэтому запрет партии коммунистов, ну, я не знаю, они действительно, если вы посмотрите, проанализируете деятельность Альянса, такое впечатление, что они нацелили вот этот мандат с 2010 по 2014 именно на зачистку поля. Закрытие русских школ, запрет серпа и молота, запрет референдума, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все, что связано с каким-то провосточным вектором, полная зачистка. И они хотят прийти к 2015 году полными победителями. Руслан, у меня последний вопрос, но у нас осталось 5 минут передачи. Все-таки я задам вам, попрошу конкретики. На ваш взгляд, по вашему мнению, когда мы узнаем или услышим о какой-то реакции, о какой-то действии, о каких-то декларациях уже со стороны партии коммунистов на ответ инициативной группы? Вы знаете, ситуация должна идти так, как она должна идти. Почему? Потому что, можно сказать, что даже между сторонниками, даже между сторонниками наступил такой хрупкий мир. Вы заметили, да? То есть, какого-то перемирия, даже в интернете, все, как бы, на определенное время. То есть, общество в ожидании. Общество в ожидании. Общество понимает, что сейчас инициатива отдана в руки партии коммунистов и ждет от них ответа. То есть, любое, любое, не такое, скажем, не то, что некорректное, но любое вот такое, как бы, высказывание, оно может все это испортить. То есть, вот представьте, я сейчас скажу, мы даем им срок до 17.00. Если до 17.00 не будет, значит, они против народа. То есть, мы должны, как бы, уйти от этой риторики. Потому что мы понимаем, так же, как и в рамках инициативной группы, мы тоже долго собирались, потому что нужно было все проанализировать. Это раз. Во-вторых, то решение, которое мы приняли, мы его приняли коллегиально. Так же и в рамках партии коммунистов. Они должны встретиться, обсудить и принять коллегиальные решения. Понял. То есть, в принципе, вы знаете о том, что работа внутри партии коммунистов какая-то проводится. Вы просто не настаиваете, просто ждете. Ну, определенные, как бы, обсуждения там, конечно, происходят. Потому что, ну, невозможно не среагировать на обращение инициативной группы. Тем более, тем более, я обратил внимание на официальных сайтов коммунистической партии, Омега, Молдьюз. Прошла информация о том, что обращение инициативной группы было услышано партией коммунистов. И ждем, что будет дальше. Вы понимаете, решения, вот такие решения, они принимаются очень, ну так, непросто, да? Но принимаются коллегиально. В субботу в рамках работы инициативной группы вы это увидели, да? Что решение было непростое, но коллегиально. То же самое, я не думаю, что обществу нужно решение Воронина или решение Ткачука. Обществу нужно решение партии коммунистов. Это коллегиально, с обсуждениями внутренними. Это уже их внутренние проблемы. Мы не должны власть в их кухне. Должен быть запущен механизм совета с перечными организациями, с районами. И потом, наверное, будет какой-то съезд центрального коммунистов партии, который примет Воронина. Это их внутренняя кухня. Мы, наверное, не должны власть в. Мы должны просто ждать. Мы просто должны ждать и надеяться на лучшее, что вот эта вот хрупкая тенденция к тому, что мы можем объединиться и вместе, выставить интересы страны, как бы она... На самом деле, еще раз подчеркну, на самом деле инициативная группа состоит, можно сказать, на 25-30% из членов ПКРМ. Так что в рамках инициативной группы члены ПКРМ уже приняли свое решение. Поэтому если оно... ПКРМ уже должна в полном составе ответить на этот вопрос. Хорошо. Руслан, вам спасибо, вам спасибо, что ответили на наши вопросы. Я не прощаюсь, говорю только вам до свидания. И уверен, что мы будем на этой неделе еще отслеживать события. Может быть, с вами встретимся еще раз на этой неделе. И уже будем обсуждать те решения, те действия, которые были совершены другими участниками этого процесса. Напоминаю, в передаче «Откровенный диалог» был секретарь инициативной группы по проведению референдума в выступлении Молдовы в Таможенный союз Руслан Берладян. Руслан, спасибо и до новых встреч. Спасибо. До свидания.